Приветствую всех вас, дорогие и славные мои подписчики, любимые гости, неорнодушные зрители и слушатели моего канала и, конечно же, добрые и верные друзья, следящие за судьбой дела Влада Бахова, всех, кому небезазлична эта трагедия, которая до сих пор, так сказать, дело, которое до сих пор не раскрыто, и мы все жаждем справедливости, и вам огромное спасибо, что вы мне помогаете раскрыть это страшное преступление, я считаю, что все должны быть наказаны. С вами я, принц Уриэль, ну а сегодня немножко о другом, ну, в общем-то, попутно я затрону вообще тему, связанную с Владом, да и вообще, так сказать, с теми ситуациями, которые нам небезазличны, нам, то есть неравнодушным людям. Ну вот сегодня буквально я посмотрел такую новость, это на канале новости 360, по сути, я всегда подпитываюсь этими новостями, черпаю какую-то информацию из нее, комментирую, но на этот раз правительство, ну или собирается нас в очередной раз удивить, или уже, так сказать, производятся какие-то манипуляции с законопроектами, в общем, хотят запретить эти, как их там, киберденьги, ну, то есть биткоины, вот эти вот, криптовалюту, вот, те, кто, в общем-то, не знает, что такое криптовалюта, ну, я объясню, почему, потому что многие меня смотрят, представители такого более старшего поколения, то есть люди среднего возраста, уже такие зрелого. Криптовалюта это достаточно такая новая, в общем-то, система, ну, это новая валюта, которая представляет собой биткоин, вот, я не помню, сколько равняется один биткоин рублю, то есть в рублях, но очень много, даже в 10 раз больше, чем евро. И относительно недавно он появился на, ну, как бы в мире, да, там где-то лет 5, наверное, может быть, с 2016 года, если мне не изменяет память. В общем, в настоящее время это такая криптовалюта, на которой зарабатывают, содержат майнинг фермы. Ну, те, кто не знает, майнинг фермы – это, значит, специальные приспособления, созданные из каркаса системных блоков, которые при определенных манипуляциях работают одновременно, подключены к общему компьютеру, на этом общем компьютере есть специальная программа, которая позволяет зарабатывать на электроэнергии, то есть на работе вот этих самых системных блоков, которые состоят из мощных видеокарт, процессоров и так далее. Ну, знаете, я отношусь двояко к этим майнинг фермам. Почему? Потому что, во-первых, это очень рискованный бизнес, очень много в нем подводных камней, в том плане, что, ну, как сказать, рискованное. Допустим, все ломается, да, как известно, мало ли что может случиться. Вот, допустим, есть какой-нибудь бизнесмен, который приобрел, ну, или блогер, приобрел 10 этих, ну, скажем так, системных блоков, а на это нужно потратить где-то миллион рублей, и это должно все окупиться, и человек должен выйти, ну, на высокий уровень дохода, способный не работать всю жизнь. Но это очень редко бывает. Вот. В основном вот эта криптовалюта сейчас очень популярна при удаленке. Вот на удаленной работе, допустим, если, к примеру, блогер какой-нибудь работает удаленно, там, допустим, творческая деятельность, там, либо какая-то другая, ну, фрилансер, да, самозанятый, как еще сейчас называют, то, соответственно, он может как и рассчитываться биткоинами, так и, значит, обмениваться валютой. И вот сейчас хотят запретить. Что я об этом думаю? Я считаю, что это полная профанация. Это, я не знаю, это просто пустая трата времени. Это все от безделья нашего правительства, от популизма и нежелания решать реальные проблемы. У нас что, реальных проблем нету? Посмотрите, сколько убийства, посмотрите, сколько жестокости. Посмотрите, вот прибавьте лучше пенсии до 30 тысяч минимум, там, ребятам с ограниченными возможностями. Пенсионерам, кто проработал много лет, прибавьте до 50 тысяч минимум. А вот, ну, или хотя бы так, насколько можно было реально нормально прожить. Лучше до 80, а лучше нам всем где-то до 100 тысяч прибавьте пенсии. И тогда, может быть, вы можете там что-то менять в каких-то более таких, знаете, тривиальных вещах. Законы, которые второстепенные. Вы занимаетесь первичными проблемами. Вот как всегда, у нас вместо того, чтобы работать с этими маньяками и убийцами, вот этими мерзкими педофилами, вот этими ублюдками, которые убили Влада Бахова, третий год не расследуется дело. Зато принимаются законы, которые, ну, вообще, на мой взгляд, не имеют никакого основания принимать их. То есть, не имеют никакой срочности. Потому что, ну, как вы понимаете, да, какая срочность запретить криптовалюту? Это что? Криптовалюта, она что, как-то опасна, что ли? Она способна убить человека. Зачем ее запрещать, если это вполне современная валюта, которая способна иногда сделать больше, чем вот этот российский рубль или тот же доллар и евро? Зачем? Ах да, это же все представляет угрозу экономике. И вот этим нашему правительству завидно, что кто-то может быть богаче их, или тот, у которого, ну, кто простой гражданин, если у него что-то получается, значит, у него нужно это все отжать, запретить, и что, передать, ну, куда, в казну, что ли? Ну, да, потому что, действительно, те, кто занимается криптовалютой, там налоги, как бы, ну, не платят. Но какое ваше дело? Пускай простые люди живут, пускай зарабатывают, как могут. Вот у меня знакомый учитель есть, который, кстати, тоже с ограниченными возможностями. У него пенсия там всего, там, не знаю, 9600, и зарплата там, я не знаю сколько, 11. Вы понимаете, да, человек просто выживает. Выживает, потому что у него уходит 10 тысяч на квартплату, и на продукты остается, а ему еще на лекарства, у него есть эпилепсия, ну, правда, сейчас в ремиссии, но, вы понимаете, человек реально, ну, как-то пытается заработать, вот, на этой новой валюте, как-то, чтобы не пропасть, чтобы не погибнуть с голоду. Но, к сожалению, у нас в России две проблемы, дураки, точнее, три дураки, дороги и маразматики в Госдуме. Вот так. Делайте выводы, дорогие друзья, потому что закон просто настолько вызовет много споров, да не споров даже, а стихийных каких-то вот этих, не знаю, митингов, беспорядков. По сути, затронет множество людей, которые живут у нас и пытаются как-то свести концы с концами. Это просто направлено на геноцид нашего населения, вот, и чтобы, наверное, вызвать искусственную смертность, бедность, ну, и, конечно же, запустение. С вами был я, принц Сурель. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Буду рад почитать ваше мнение, что вы думаете на этот счет. Есть ли у вас знакомые, кто занимается каким-то вот подобным бизнесом, кто самозанятый, кто, может быть, блогер. Вот спросите у них это, ну, мнение. Вот хотят запретить криптовалюту. Что они думают на этот счет? Я ничего хорошего не вижу. Вот. Во всех нормальных странах криптовалюту, криптовалюта, криптовалюта, это считается единственной надежной такой, ну, валютой, при котором человек может, ну, нормально как-то, ну, не знаю, хотя бы гарантированно зарабатывать, а у нас ее запрещают. Делайте выводы, дорогие друзья. С вами был я, принц Сурель. Увидимся в следующем видеоролике. Субтитры создавал DimaTorzok,